Сегодня у нас вторая лекция из цикла о великой кутюрье, которую назвали Великая Мадемуазель. И если где-то увидите Великая Мадемуазель, это пишется с большой буквы, потому что это имя собственное. Никого больше так не звали. Куко Шанель мы на прошлой лекции говорили о том, что она принесла в моду, что она принесла в стиль и что она изменила в образе жизни. Для нее была главной задачей делать одежду не просто красивую, а в первую очередь функциональную, потому что она очень сильно критиковала мужчин в кутюрье. Она говорила, они сделали красивое платье, но они забыли, что внутри этого платья находится женщина. И как ей бедной в этих нарядах, корсетах, шляпах, кринолинах и каблуках ей даже не просто сесть в машину, потому что, в общем, наряд обязывает к многому. И сегодня я хочу вам рассказать о том, что эта женщина была, во-первых, она очень была творческой и продуктивной. Ее творческий путь составлял примерно 63-64 года. И самое… Я сегодня еще раз повторяла информацию. Любопытную фразу зацепила взглядом. Она говорила, у нее был многолетний перерыв, 13-летний, когда она не работала. Потом она опять зашла на Олимп, и она говорила, что самое большое несчастье, самое большое, от чего можно в жизни устать, — это отдых, бесконечный отдых. И сегодня я хочу рассказать о том, что она в своей жизни общалась с большим количеством людей. Она была очень открытая, она была очень щедрой. Она была, с одной стороны, очень требовательной и жесткой, а с другой стороны, она была очень доброжелательной и помогала много кому. И сегодня я тоже об этом буду рассказывать, потому что мы будем говорить не только о тех мужчинах, которые были ее близкими, которые были спутниками по жизни, а еще и о том, вообще с кем у нее были какие-то творческие тандемы, какие-то творческие проекты. И именно можно, конечно, сказать, что она со своей хваткой, с тем, что когда она вышла в свет, то есть она шесть лет провела в монастыре после смерти своей матери. Ей было 12 лет, когда отец оставил их с сестрами в монастыре и больше никогда не появился. И потом, после шести лет, они с сестрой сбежали, их назад не захотел этот монастырь брать, их пристроили в другое не менее бухгалкодное заведение, и там они прожили еще два года, потому что все монастыри, они брали девочек на воспитание, на обучение. Это было образование для девочек того времени. И это, конечно, для нее было жесткой школой, она там содержалась как сирота, то есть платить за нее было некому, не всех так содержали, это просто девочек, которых обучали, очень часто за них обоплотилась семья, если семья была. И именно монастырь дал ей очень большой толчок в жизни. Во-первых, жизнеспособность. Но одна из кутюрье она практически не умела шить. Чему ее научили в монастыре? Это владеть иголкой и ниткой, то есть никаких машин не было. А еще через какое-то время, когда уже у нее был модный дом, и модные дома стали разрастаться, появляться во Франции, особенно после Второй мировой войны, и там были требования. То есть по требованию, это был такой профсоюз, модный там только Франции, и там были определенные требования, то есть сколько-то раз коллекции нужно было показывать в год. То есть две коллекции в год минимум, это зимняя и летняя коллекция. В общем, были довольно-таки жесткие условия, что ни один наряд от кутюр, то есть наряды от кутюр, они приравнивались с произведением искусства. Нельзя было потратить, во-первых, на них меньше 200 часов работы, вот, и совершенно нельзя было использовать машинный труд, ни одной машинной строчки, вышивки там не было. Да, все было вручную. Вот. Но тем не менее, несмотря на то, что она прекрасно владела иголкой и ниткой, этому ее научили в монастыре, и первое время после того, как она вышла из стен монастыря, монастырь, кстати, он не то, что, знаете, так выпустил и все, он пристраивал девочек, то есть он следил за их судьбой, он должен был им обеспечить какое-то будущее. И их с сестрой взяла к себе в работницы семья, которая содержала галантерейный магазин. То есть это были там одежда для женщин, аксессуары разные там, кружево нужно было подогнать, что-то нужно было перешить, что-то нужно было, в общем, подтянуть, убавить, значит, прибавить, и, значит, они этой работой занимались. И то же самое, никто не потратился на швейную машину, то есть они это все делали вручную. И, несмотря на это, она совершенно не умела шить, вот как вот шить платье, то есть это было вообще не про нее. Разные кутюрье работали по-разному. Например, Сен-Лоран и Диор, они рисовали, они были художники, то есть они этому учились с детства, там давно. А Габриэль Шанель, ее не учили вообще ничему в искусстве, ее учили, не умереть с голоду после того, как она выйдет из стен этого монастыря. Поэтому все знания, все навыки, которые ей давали, они были чисто утилитарными. Она должна была смочь прокормить себя. Вот. И как она работала? Она все делала на манекенщицах. То есть она набрасывала ткань и начинала творить. У нее были, сели на шнурки ножницы, значит, у нее были иголки. И она, значит, заставляла этих своих манекенщиц, девочек двигаться. Потому что для нее очень было важно. Она вот как сама любила различные виды, она была очень активна, то есть различные виды отдыха, деятельности. То есть она прекрасно ездила на лошадях, она каталась на велосипеде, она, даже если у нее были времена отпуска, отдыха, она гуляла в лесу, там тоже черпала вдохновение из этих красок леса. Она плавала, она увлекалась рыбной ловлей. На яхтах выходили в море и ловили лососи. Вот, то есть она гуляла с собаками. И для этого нужна была соответствующая одежда. Вот никак не корсет, никак не длинная юбка, никак не каблуки. И поэтому она все подгоняла под себя, под свой образ жизни. Потому что время настало такое, что женщина-цветок, которому нужно было подать руку, и она не могла обходиться без помощи мужчины. Эта женщина-цветок Поля Пуаре, она уходила в прошлое. Первая мировая война, Вторая мировая война. Мужчины мобилизованы, женщины взяли на себя часть их обязанностей. Ушли на фронт водители, которых в то время звали механиками. Ну, то есть механик, он должен был не просто исполнять функции водителя, он еще должен уметь минимально там разбираться, потому что техника была не настолько совершенная, могли быть какие-то поломки, вот, и он должен был с этим справиться. Поэтому это были механики. То есть эти механики ушли на фронт, были мобилизованы, женщины ходили пешком, выполняя какие-то функции мужские, либо они сами садились за руль. Стало, в это время стали появляться, после Первой мировой войны, стали появляться во многом количестве различные соревнования. То есть уже участвовали женщины. Никогда раньше женщины в автомобильных гонках не участвовали, после этого стали участвовать. И для этого тоже нужна была соответствующая одежда. И вот давайте сейчас посмотрим, как вообще у нее развивалась, вообще развивалась ее судьба. Одна из первых фотографий, 1909 год. Напомню вам, что Габриэль Шанель родилась в 1883 году. В городе Самюр, и она была второй дочерью в семье Альбера Шанеля, который на тот момент еще не женился на ее матери. То есть он женился, то есть она была еще так, рожденная вне брака, так скажем. Но он дочерей признал, и после того, как родилась Габриэль, тогда уже, значит, они оформили официальный брак, и остальные дети, еще одна девочка и три мальчика, они родились уже в законном браке. Семья была очень бедная, это была семья ярмарочного торговца. Мама за ним ездила везде, где он с этой, со своей телегой, с этим хламом, который он приезжал и раскладывал на любой ярмарке сельской. Ну, то есть не до фотографий было, то я вот почему. И вот эта самая первая фотография, когда она уже, выйдя из стен монастыря, когда она уже работала в галантерейном магазине, и они с сестрой, вначале они жили при магазине, то есть и там было тоже достаточно сложно, потому что семья за ними приглядывала, во сколько пришли, во сколько спать легли, во сколько ушли. Вот, это, в общем-то, тоже были какие-то жесткие рамки, и они приняли решение и сняли сами очень крохотную там, такую мансарду, значит, в общем, еле развернуться, чуть больше грузового лифта во площади. Вот, они там, по крайней мере, вздохнули, почувствовали себя свободной. Жили они тогда в городе Мулен, провинциальный городок, и, собственно, с чем эти девочки вышли в мир? Ни поддержки, ни денег, родителей. Ну, мама умерла, когда ей было еще 12 лет, папы не было, и на папу рассчитывать не приходилось. Внешние данные у нее были очень скромные, она на тот момент была совершенно не модного телосложения, худощавая, похожая на мальчика, и все, что она впоследствии придумала, и все, что она впоследствии сотворила и довела до уровня кутюр, все подходило, в первую очередь, именно ей. Вот, и это одна из самых первых ее фотографий, когда они уже сами, кроме того, что они вот работали и жили под присмотром, они стали жить самостоятельно, и первыми такими шагами в больной жизни, это они ходили, копили деньги в течение недели, ходили в кафе, чай или кофе и пироженка. Вот, и вот это самая первая фотография, когда она, ну, в общем, собственно, уже задумывает какой-то будущий свой успех, то есть она уже понимает, что жить она так дальше не может и не будет, и она везде ищет возможности. То есть, и вот получается, что человек, у которого исходные данные, они все в минусе, да, ни семьи, ни внешности, ни поддержки родственников, ни денег, вообще ничего, то есть для основной массы людей это будет начало-конца. А для нее это было очень сильным стимулом, очень сильным толчком, что в конечном итоге привело ее наверх. И ее, еще, ну, кое-где говорится в источниках, о ее, ну, таком хладнокровии, то есть она была не раскисающая особо в трудных ситуациях, и что у нее была именно крестьянская хватка, потому что я вот, ну, на прошлой лекции говорила, повторю, может быть, не все слышали, она была из семьи западно-южная территория Франции, Севенны. Это гористая местность, где дуют ветра, она каменистая, она совершенно непригодна ни для сельского хозяйства, ни для животноводства, ни для жизни, то есть там люди жили только за счет того, что они собирали каштаны, там были прекрасные большие каштановые рощи. И каштаны были таким эквивалентом, то есть это был и хлеб, и такое средство для, да, обмена, то есть они, и это было средство выживания и для скота, и для людей, то есть можно было вот в любой деревушке, в любом поселке ночью, все ночи горели жаровни, возле каждого дома горели жаровни, в которых пеклись каштаны. И со временем эти каштаны, каштановые рощи, стали болеть и погибать, каштанов становилось все меньше и меньше, а жить было, кроме каштанов, там нечем. И это были места, где люди, они никогда не знали никакого изобилия, никакого благосостояния, никакого избытка. То есть основной задачей было из поколения в поколение бороться с трудностями, воевать с природой, выживать. Единственным развлечением было это, вот они как-то собирались в каком-то кабачке, там могли выпить, обсудить что-то, и вот это единственное было развлечение в их жизни. То есть люди получили достаточно серьезную закалку. И потом, когда вот эти каштаны стали уменьшаться в таком количестве, что они уже не могли прокормить семьи, они уже не могли дать достаток, просто семьи стали грузиться на телеги со всем скарбом, с детьми и уезжать в соседние области. И точно так же уехала семья Шанелей. История говорит о первом из рода Шанелей, это ее деда. У его деда было 19 детей с его женой, и они всю жизнь колесили по ярмаркам. И вот все из рода Шанелей, они были ярмарочными торговцами. Это было одно из таких, ну, прям вот занятий в крови. Потом она помогала своим братьям, когда у нее уже был другой статус, она платила им деньги, чтобы они, не дай бог, не ездили с телегой по ярмаркам. То есть, собственно, вот с такими данными, с характером, но без единого актива в жизни она вступает в самостоятельную жизнь. Она прям вот трезво оценила свои шансы и решила, что содержанкой она ни в коем случае быть не хотела. Она очень хотела независимости. И это вот в течение вообще всей этой жизни ее такое было кредо. Что получается? Она думает, как-то надо ей продвинуться. Она видит различных дам полусвета. И она понимает, что она должна сделать артистическую карьеру. Значит, говорит со своей сестрой, в общем-то, категорически ее отговаривает, но решительности ей не занимать. И они идут, нанимаются в одно кафе. А в то время, ну то есть, можно было, конечно, выйти за кого-то из местных, но местные ее совершенно не прельщали. В то время единственным светлым пятном для нее в этом мулене был 10-й егерский полк, в котором служили только аристократы. Они, конечно, с девушками из мулена дружили, могли ухаживать, могли сделать их любовницами, но жениться никогда. Потому что это был мезальянс. Здесь тоже сильно не на что было рассчитывать, но Шанель с ее сестрой, они стали друзьями, они подружились. То есть, они со временем стали ходить в кафе-ротон. Это была местная площадка, где вот собирались молодежь. И там пили шампанское, веселились. Я думаю, что многие видели фильмы про гусаров, как это все происходит. И там выступали, ну, в общем, кто-то все время пел. То есть, пели, уходили на антракт. И вот, значит, Шанель со своей сестрой, она пришла к директору этого кафе и, в общем, прям потребовала, сказала, что мы артистки, мы хотим выступать. Он спросил, значит, он был ошарашен, но он под натиском, значит, под натиском ее такого темперамента, он подписал с ними контракт на год. Но, значит, работа была такой. Значит, вот кто-то там пел, потом уходили отдыхать всегда в ресторанах, в любой оркестр любого уровня уходит на перерыв. И они должны были в это время петь, что хотят. А потом пройтись с шапочкой, со шляпкой. И кто сколько накидает, вот это будет их заработок. То есть, ни директор ничем не рисковал. И, в общем, собственно, они, ну, сколько заработают, столько заработают. На неделе, во все будние дни они, конечно, шили. То есть, они занимались своей работой. То есть, они не бросили. Вот. И, значит, репертуар у нее был небольшой. Она скрипучим голосом пела о кролике Коко, которого девушка потеряла на трокодеро. Все эти военные, они скандировали, они ее поддерживали, потому что они были друзья. И дело было даже не в том, что ее поддерживали за ее великолепные вокальные данные. Это был просто дружеский акт. Ну, выпивший мужчину, ничего не похлопать, да. Она продержалась так некоторое время, решив, что, значит, эта карьера для нее. Вот. В это время она знакомится с одним из военных, с офицером Этьеном Бальсаном. И Бальсан был единственным... А, все ее поддержали. То есть, она сказала, что она хочет сделать певческую карьеру, артистическую карьеру. Все ее поддержали, кроме Бальсана. Он сказал, что у тебя не получится, голоса у тебя нет. Вот. Но, тем не менее, она сказала, нет, она должна это сделать. И она уехала, и она решила, что ей нужен больший курорт для того, чтобы, ну, проявить себя. Она уехала в Виши. Виши – это, значит, курортный город. Она уехала туда в сезон. Ну, сезон уже начался, и она нигде не могла найти себе место. То есть, она никакого контракта не заключила. Но перед тем, как уезжать, она сказала об этом Бальсану. Бальсан ей сказал, я дам тебе денег, можешь не возвращать. И, значит, я приеду и посмотрю, ну, что ты... Ну, главное, что ты не на помойке, вот, значит, чтобы ты сняла жилье там. И, в общем, была более-менее стабильной, обеспеченной. Вот. У нее ничего не получилось. Она в конце сезона продавала уже там похолодительные напитки. Она вернулась в этот мулен. И вдобавок вернулась... Любовь к красивой жизни не прошла, она вернулась беременной. Значит, это было для нее ужасом. Мать свою она не уважала. Она видела, что ее мать, за которую ее презирала вся родня, что она все время за мужем таскалась по всем этим ярмаркам, родив ребенка, отдав его родственникам. Она тут же устремлялась за своим мужем. И, в общем, она ему этим сильно надоела. И для Шанель очень претила унижаться перед мужчиной. И она в то же время понимала, что ребенок, появившийся на свет, обязательно привяжет ее к отцу ребенка. И оставаться в провинции, жить с каким-то средним садовником или кучером, с оравой детей, не выбиваться из нужды, это было самое ужасное, вообще, что она могла себе представить. И она идет и избавляется от ребенка. Но та пожилая акушерка, она не хотела брать ее на операцию. И, то есть, она посмотрела, она смотрит, что вообще ребенок, ей 17 лет, она 19 лет, вернее, она еще выглядит еще младше. И она ей говорит, ты понимаешь, что ты после этого можешь не иметь детей никогда? Она говорит, да, это моя ответственность. Ну, как бы, это моя ответственность. И тут она начинает плакать и начинает рассказывать этой женщине всю свою жизнь о своей ненужности. То есть, это первое, когда она об этом рассказала. Потому что всю свою оставшуюся жизнь она плела и придумывала истории, врала одна за другой, только бы никому не рассказывать правду, только бы никто не узнал, что она была никому не нужна. Потому что ее вот это чувство ненужности, оно было с ней в течение вообще всей жизни. Она опять приступает к своей работе, и тут, получается, такие события. Бальсан приходит к ней, говорит, приходит к ней в магазин и говорит, моя служба закончилась, я уезжаю. Значит, у него, перед этим, у него один за другим умерли родители. И они остались, он и два его брата, и было трое, значит, наследников, они остались очень богаты. А он был страстный лошадник, кавалерист, офицер. Он мечтал жить, что у него, жить в таком месте, что у него будет возможность выращивать. То есть, конная школа, он хотел конную школу создать, где будут этих лошадей дрессировать, где будут эти конные пастбища, где, в общем, устраивать можно было прогулки, пикники, тренировки. И он ей говорит, что он устраивает прощальную вечеринку, он уезжает, отремонтировал поместье, которое, по его мнению, значит, подходит для того, чтобы там всё было, и, ну, пришёл попрощаться. И, в общем, она тут что-то там у неё щёлкнула, они не были не любовниками, они были просто друзьями. И она ему говорит, возьми меня с собой, я очень хочу научиться кататься на дождях. Он говорит, да, это его и. Он говорит, а давай. Он был, хотя он был аристократом, в общем, серьёзная у него была родня, серьёзные предки, но он был достаточно демократичным, и он не сильно, так скажем, не сильно соблюдал условности. То есть его там поместье в Руайо, куда они уехали, там были вечеринки, там были актрисы, там были шутки, розыгрыши, туда могли привезти своих любовниц, и это было достаточно весело. Бальсан был душой вот этого общества. Он её взял туда с собой в это, значит, и в это своё новое поместье, и когда он ей показал её комнату, в общем, она была на седьмом небе отчасти, в кино есть фильм, Одри Тотто играет как-то, она пришла, и комната с ванной, и она в одежде ложится туда несколько раз, в эту пустую ванну, и она говорит, я что здесь могу мыться? Он говорит, господи, хоть десять раз, если тебе не лень переодеваться. А время было не сильно чистоплотное, и она когда приезжала перешивать, ну вернее, даже приезжала перешивать, или приносили ей эти наряды, они, женщины, танцевали на полу, просто в них жили, жарко, они в корсетах в любую погоду, не было возможности одеть там какой-нибудь лёгкий сарафан и выйти в этом люди. Там и пятна пота, и от еды, и в общем, что-то и порванное было. И она, вот это вот всё, достаточно грязные вот эти вот были наряды, плюс ещё достаточно грязные были у мадам волосы, потому что каждый день вот эту прическу под шляпу нужно было уложить, чтобы это всё не торчало. Горы специальной помады, крема, пудры. Ну и каждый день мыть не станешь. В общем, опять восстанавливали, накладывали шляпу, и женщина нигде не снимала. То есть она в этой шляпе сидела в кафе, она гуляла, значит, она была в гостях в этой шляпе. Ну и, в общем-то, так и жили. И она удивлялась, что вроде и ванна есть, и время есть, почему они не моются. И здесь она была прям вот влюбилась в эту ванну, которая была прям вот именно её личной. И что она делала первое время? Ничего. Для неё была картинка роскошной жизни, которую она увидела в одной из своих клиенток в замке, когда она приехала к ней перешивать, там подделывать платье. Был обед, та в пеньюаре, окурки везде, значит, чашки кофе недопитые. И это было так роскошно с её точки зрения, что она мечтала. И тут вдруг вот у неё появилась такая возможность. Она ничего не просила, ей от Бальсана ничего было не надо. Она ходила в его рубашках, в его шёлковых пижамах. Она спала до обеда, читала дешёвые романы, которые она там нашла слюнявые, о любви в его библиотеке, которые никому не были нужны. А так как она была лишена этого всего, но ум у неё был очень цепкий, она это читала всё подряд. И любимой книгой у неё была книга Эмилии Бранте «Грозовой перевал». И она вот это вот всё лёжа, значит, в пижаме, и, конечно, она научилась курить, потому что это же был элемент красивой жизни. Вот это нужно было сделать. И Бальсана ей говорил, я никогда в жизни не видел такую лентяйку, такого лодыря, как ты. Она говорила, да это у меня первое время, когда я вообще могу быть свободной, потому что она всё время должна была зарабатывать деньги, думать о том, что она будет есть на завтрак, и что она будет есть на ужин. А тут впервые, то есть эта булочка с маслом была, и кофе были ей сделаны, да, бесконечной прислугой, которая была в доме. И она, в общем, окунулась в эту жизнь и просто отдыхала душой. Вот. Через какое-то время, но Бальсана ей, она не показывалась, он ей сказал, не смей даже показываться на глазах моим гостям. Она жила там, как-то жила, она сказала, ради Бога, это было и соглашение. Через какое-то время всё равно они все узнали. Ну, то есть так или иначе, что какой-то человек живёт в доме, и тут и прислуга, и все разговаривают. И, в общем, она стала, в общем, показываться на глаза. Но она сказала Бальсану, то есть в один момент она вдруг почувствовала, что так как она всё время лежит в постели, он может её выкинуть, потому что она ему неинтересно станет. И тут она, значит, вспомнила, что она собиралась-то ведь на лошадях кататься. А не в чем. Она попробовала в этом корсете, то есть в Амазонке. Дамское седло, да, то есть ноги на одну сторону. Женщина не сидела по-мужски. Амазонка — это жакет, который был как продолжение, как платье. То есть широкая была юбка, и ноги, ногам, значит, была некоторая свобода. У неё ничего не было. Просить у Бальсана она не хотела. Конечно, он бы купил эту Амазонку, но вдобавок ещё был такой момент, что они все... Ну, то есть ещё был важен уровень, у кого шилась одежда. То есть класс портного, да, то есть нужно было, во-первых, для того, чтобы показаться в обществе и быть принятым, нужно было ещё одеваться не у абы кого. Вот. Что ей было делать? Значит, денег у неё нет. Она там на какие-то остатки, сбережённые несколько франков, она стащив окунюхи, там везде эта одежда, значит, эти штаны жакейские, они везде там висели, везде, значит, большие достатки. Она, значит, их подтянула и, значит, собрала оставшиеся деньги, купила там какую-то такую простую ткань и пошла к местному портному, который шил там садовником, вот этим жакеем, конюхом, кучером и так далее. Попросила шить брюки. Он говорит, мадам, я так не могу, пусть ваш муж придёт. Она говорит, это не для мужа, это для меня. Значит, он потерял дар речи, сказал, что ему никто не простит, если узнает в округе, к нему больше никто ходить не будет, если узнает, что он для женщины шил брюки. И это, кстати, долго ведь было, то есть она была действительно революционной в своём деле, потому что ещё в 60-е годы, когда Сен-Лоран изобрёл свой смокинг, на ресторанах было написано, женщинам вход в брюках строго запрещён. До 60-х. А здесь у нас какие годы? Она появлялась в рубашке и вот в таких брюках, в шляпке, которую она, ну, сделала сама. То есть она сделала шляпку, потому что она ни в коем случае не хотела вот эти вот большие блюда, украшенные там перьями, цветами, бантами, дичью и так далее, значит, носить ни в коем случае. Вот. И она вот в таком лаконичном наряде, значит, появлялась на люди. Вот. И вот ещё посмотрите, значит, это, да, мне очень нравится эта фотография, во всём виден вот, как бы источник, что она в монастыре воспитывалась, и там не было вот этого обилия цветов, обилия красок. Это были чёрный, серый и белый цвета одежды, парадный, это воротничок, да, белый, головные уборы. И она всегда оставалась очень элегантной в чёрно-белых нарядах. Но она всегда проповедовала простоту. То есть прекрасный крой при наряде без излишеств. Она называла излишества, она называла шиши. Ну, то есть это все ненужные украшения, финтифлюшки, да, то есть избыточные. Она это всё заменяла потом большим количеством бижутерии. Но в одежде, в кроли ничего такого не должно быть, никаких там оборок, фестонов, цветов бантиков и так далее. Она с этим очень сильно была не согласна. Вот, кстати, справа, это вот одна из, считается одной из самых лучших её фотографий. Барон Хайни Гэнхёне, скандинавский фэшн-фотограф, сделал эту фотографию, где вот она, ну, признана, как бы фотография, это самая лучшая. Вот, собственно, она у Бальсана, там, где собаки, там, где движение. И первое время у неё, конечно, совершенно не получалось ездить на лошади. Но она прям со своей хваткой она себе дала слово. Через какое-то время она была прекрасной, лучшей наездницей среди женщин в их кружке. Её стали брать на пикники, её стали, ну, то есть, он перестал её прятать. У Бальсана перед этим была любовница, дама полусвета, стареющая. Ей было 33 года. Значит, Татьяна Далансон. У неё была своя, ну, своя комната со своей гардеробной. Вот, а она наезжала, то есть, она в основном была в Париже, то есть, они были ещё актрисы, какая-то работа, здесь, значит, какие-то пикники, выходные. Она была не всегда дома, и Шанель ей нужно было, в общем, попробовать, она попробовала вот эти наряды с корсетами. А Тиена Даласен была, она была в теле. И, значит, она прокралась туда с одной из служанок, и, в общем, они стали мерить платье, значит, Тиены, и хохотали до слёз, то есть, подкладывая туда, значит, в корсет что-то, ну, в общем, ничего не помогало. А в этот момент Тиена вернулась. И, значит, встав в дверях, значит, она, в общем, тоже одними со спины-то наблюдала, потом, значит, они все вместе похохотали. И в этот момент, значит, у них такой произошёл дружеский разговор, Шанель раскритиковала её шляпу. И говорит, я сделаю вам другую. И она сделала ей шляпку на свой вкус. А законодательницами мод в то время это были кто? Это были актрисы. То есть, если на какой-то актрисе видели такой-то наряд, это сразу подхватывалось. Это считалось модным, самым-самым. И, в общем, конечно, это был лучший способ, лучшая реклама. За Этьеной потянулись её подруги. Всем понадобилась такая шляпка. Это было удобно, это было красиво, это было элегантно. Они оценили. И она стала вот так делать вот эти шляпки, и у неё появились там кое-какие деньги. Но вот она в наряде. Это вот она с бальсаном, одна из старых фотографий. Она с бальсаном, то есть она в классической женской одежде. Она не всегда ходила в брюках, только для каких-то прогулок, для каких-то активностей. Но здесь у неё не было корсета. Талия у неё была затянута, потому что она у неё была своя, она была очень худенькая. И, в общем, собственно, вот в таком наряде, вот ещё длинная юбка, это было ещё Дай Моди того времени, ещё в то же время носили. И они некоторое время, когда уже она открыла свои магазины, они с сестрой, у неё работала её сестра и другая сестра, они свои модели одевали, гуляли на променад. То есть они показывали, вот как можно, для такого плана была реклама. И вот, значит, она участвует во всех увеселительных мероприятиях бальсана. Как думаете, сколько она у неё прожила, не желая быть содержанкой? Пять лет. Прожила, да, прожила достаточно долго, пять лет, хотя она как бы не планировала так задерживаться. Вот. В это время они посещали скачки, он везде её брал, то есть они вместе путешествовали. И она, конечно, принимала участие во всём, что творилось, значит, в Руайо. И она познакомилась с одним аристократом, Артур Кейпел, красавец, прекрасный наездник. Он был очень красив, он был доброжелателен, у него была масса друзей, он дружил с людьми разного уровня. Он был очень богат, причём в отличие от богатых наследников того времени, которые, ну, к 30 годам уже, в принципе, успевали промотать папеньки на наследство, то Кейпел, наоборот, это всё усилил, умножил. У него был флот баржи, которые перевозили уголь. Вот. И во время войны он был его личным другом Климонсо, знаете, да, он был премьер-министром Англии. Кейпел был англичанин. И Климонсо, когда он стал премьер-министром, то Кейпел предоставил ему для военных нужд бесплатно вот этот свой флот. То есть он был настолько богатым, что он мог себе это позволить. И вот он попадает в компанию Бальсану, знакомится с Шанель, вот она в брюках и в рубашке, вот там на, значит, сбоку лошадь, то есть это вот одежда для лошадников, потому что в любой момент они могли там собраться, взять корзинки, поехать на пикник. Они участвуют в разных розыгрышах. Вот здесь это крестьянская свадьба. То есть это сценировка, это просто вот, ну, провести весело вечер. Да, то есть слева это Шанель, она здесь друг жениха. Вот. А справа от пары, вот там в халате, это Кейпел, он теща. Он нравился абсолютно всем. Он был зеленоглазый, с хорошей улыбкой, он мог вообще ладить с любым человеком. И, конечно, между ними проскочила искра. Но это было все не сразу. Через какое-то время, конечно, все уже знали, ради чьих прекрасных глаз он приезжает в Круаево. Вот. И, в общем, постепенно получилось так, что об этом уже все узнали. И тут Бальсан пожалел. Пожалел, он понял, что она уходит. И он ей говорит, ты пойми, что она тебе никогда не женится. Она ему говорит, ну, а ты? А он говорит, а я могу хоть сейчас. То есть это был мезальянс, но он был на него готов, потому что он, ну, это говорит о том, что он очень хотел ее удержать. То есть это было вот такое его желание. Но у Кейпела был такой пунктик, такой момент. Он был незаконнорожденный. И он, для него это было очень важно. По слухам, он был сыном одного из политиков, видных политиков Англии, а матушке было ничего неизвестно. Вот. И для него нужно было статус свой поправить. То есть для него вот важен был брак. Но у них началась просто яркая, вот просто умопомрачительная любовь. Но еще незадолго до того, когда она от Бальсана ушла к Кейпелу, она поняла, что ее, вот эта жизнь в ураю, вот этот ее весь, все ее задачи, они уже себя исчерпали. И она хотела уже что-то делать. И она говорит, а у Бальсана была в Париже квартира, которая пустовала. То есть она для этого была, он там, значит, встречался там с любовницами, но она пустовала. И они даже, когда останавливались в Париже, то есть путешествовали, они никогда там не ночевали, они ночевали в отеле. То есть она пустовала. И она попросила эту, в общем, она сказала, что ей нужно сделать какой-то салон, и Бальсан сам предложил ей, потому что он, как-то он должен был ей помочь. Но она девочка из деревни, то есть заключать договора, подписывать, вести переговоры, подписывать какие-то условия. Она бы, наверное, не справилась, а за эту квартиру не надо было платить. И вот это было первое, первое, чем он ей помог, собственно, без него этого бы не было. Вот все равно, то есть поддержка мужчины оказалась такой на старте очень важной. И там она сделала свою шляпную мастерскую. То есть первое, чем она занялась, это были шляпы. Так как шить она не умела, вкус у нее был прекрасный, и, как говорили, что у нее одно из немногих чувства стиля, то есть вот какое-то врожденное чувство стиля. Оно у нее, как вы сами понимаете, не от образования, но не от досмотренности. Она с этим родилась, с этим чутьем, да. И вот справа одна из последних фотографий, потому что свои длинные волосы, которые так вот три раза венцом, они практически были до колен, они у нее, значит, укладывались вокруг головы, то она их подстригла. Потому что когда он нашел себе статусную невесту, но он боялся ей об этом сказать, хотя она об этом знала, в общем, она их отрезала, отрезала эти волосы, которые он очень любил. В общем, чтобы отказаться от него она не могла, но это был вот такой ее жест, такой шаг, что она хотела, в общем, его задеть. Через некоторое время у нее уже эта шляпная мастерская разрослась, и она переехала в другое помещение, уже помогала ей. Кепел на его деньги, она открыла, но это был всегда займ. Она открыла уже другое ателье, набрала штат, и тут же была квартира, где они встречались, потому что ей нужно было обязательно быть рядом, то есть вот в свое ателье, чтобы она, ну, как бы могла очень быстро попасть. Вот эта фотография того времени, она на фоне своих любимых ширм Карамандель. Ширмы Карамандель — это деревянные ширмы из черного китайского дерева, покрыты черным лаком. Они роскошно, они до сих пор считаются символом, атрибутом дома Шанель. И она, когда бы она не пережала, у нее было потом громадное количество недвижимости и замков, и различных вилл, которые она покупала готовыми, которые она переделывала, и которые строила с нуля, и она везде возила ширмы. То есть везде эти ширмы были вот основным ее атрибутом. И точно так же она, ведь последние годы она жила в отеле Риц, вот, и взяла немного, но ширмы были тоже вот с ней. Вот, и, значит, про Кепела еще возвращаюсь. Кепел был человек, вот он был нетипичным человеком того времени, он был бизнесмен. Причем он, кроме того, еще писал книгу, он написал книгу о власти, которая вышла в свет, и которой там была посвящена некоторая критика. И, значит, то есть он был вот, ну, не мажор, вот, в прямом смысле этого слова, он был человек дела. И он ее во всех ее начинаниях поддерживал, во всех ее планах. Однажды они сидели в кино, и она терла глаза, она никак вообще не могла, ну, как, фокус настроить. И он ей говорит, что случилось с вами? Я вообще ничего не вижу. И он за руку отвел ее к своему окулисту. То есть не просто посочувствовал или сказал, тебе к окулисту надо. Он ее за руку отвел туда. И когда окулист ей сделал очки, он сказал, мадам, как вы вообще ходите, как вы вообще ни на что не натыкаетесь, у вас ведь такое плохое зрение. И когда ей сделали очки, она проплакала целый день, она говорит, боже мой, я не знала, что люди так уродливые. Она увидела их. До мелочей. И, в общем, была в ужасе. А он подумал, что она плачет, ну, что очки ей не идут. А они все убеждали, говорят, вам прекрасно идут очки, мадам, они вам, вас нисколько не испортили. А она плакала-то не от того. Она говорила, боже мой, какие люди уродливые. И, значит, с подачи Кейпела, то есть он ей постоянно давал какие-то советы, как расширить дело. Например, она ему говорит, вот у меня уже, значит, что-то, все налажено, значит, что-то бы еще, как, что мне, значит, какой шаг предпринять следующий. Он говорит, поехали в Биарец. Биарец, это тоже французский курорт. Она ему говорит, я тебе про работу, а ты мне опять про отдых. Он говорит, поехали, на месяц с ними виллу, надо приглядеться. Ты себе даже не представляешь, как люди готовы тратить деньги на отдыхе. И именно в курортных городах она открывает свои бутики. Причем практически во многих курортных городах у нее были именно бутики. Уже потом, после вот этого Биареца, это уже шло по накатанной, потому что это было действительно таким золотым дном, как оказалось. И Шанель прислушивалась. То есть, когда они приехали в тот Биарец, он ей уже показал помещение, снятое для нее, на котором было на витрии написано Куко Шанель. А Куко она так и оставила, то есть ее так и звали Куко в компании Бальсана. Ее это никак не расстраивало, и она оставила это свое прозвище, ее так она всю жизнь была Куко Шанель. То есть Габриэль Шанель уже как-то меньше, уже не настолько ложится как бы на язык, как вот Куко Шанель. И там она, да, она стала, вот с сестрой они там гуляли, это курорт, они там променад, люди гуляют, отдыхают, разглядывают друг друга. Конечно, это было очень правильным шагом. Вскоре началась Первая мировая война. Люди стали в панике, то есть кто-то уезжал на какие-то другие территории. Значит, фронт менялся, да, приближался. И она решила закрыть курортное свои ателье. Кепел был мобилизован, он уезжал на войну, и он ей сказал, ни в коем случае не закрывай ателье. И она поняла, потому что люди, которые, в общем, по территории Франции было много курортных мест, но территория фронта многие места эти заняла. Люди мигрировали, то есть вся, все аристократы, вся знать, она мигрировала туда, где они могли бы найти комфорт, к которому они привыкли. И это были другие курортные города, не тех, которые они отдыхали, и биарис в том числе. И туда хлынули все аристократки. И, конечно, они стали ее клиентками. Причем у нее настолько было много клиенток, что она распорядилась, была очередь, стояла очередь живая, и она распорядилась поставить скамейки и столики на улице, вот возле тента, которым закрыто было окно, витрина. И они там могли посидеть и поговорить. То есть сестра у него говорит, что здесь кафе еще решила устроить? Она говорит, нет, просто стоя немногие дождутся своей очереди. А когда женщины присели, поговорили, то, значит, это все по-другому. То есть у нее было настолько большое коммерческое чутье, но она все свое вдохновение, все свои практические вот эти задумки, она черпала из окружающей жизни. Она вот прям, вот у нее насмотренность это была. Она все могла использовать вот в своих интересах. Она прям вот очень чутко смотрела вообще, что будет актуальным. Ну, то есть таким менеджером природным была. Вот. И, значит, потом потянулись госпитали. Ей многие женщины-аристократки стали готовы помогать в госпиталях. Нужна была специальная одежда. У нее же была, представляете, какая одежда совсем не для госпиталя и совсем не для того, чтобы там развлечься. И она стала шить одежду из запасов простыней и пододеяльников, потому что это отели, это курортная зона, это отели. Там вот это постельное белье было, потому что ткани было не взять нигде, поставки прекратились. А из этих простыней они шили вот эти фартуки, вот эти нарукавники, которые все, косынки, я думаю, что тоже многие видели. Вот. Это тоже она одна из первых стала шить вот такую вот одежду. И, в общем, собственно, это был финансовый успех. Они продолжали, Кейпл женился, они продолжали все равно встречаться, но он не мог от нее отказаться. С женой ему скоро стало скучновато. Она была богатой молодой вдовой одного офицера, то есть погибшего на фронте. Да, вот. И, в общем, он очень часто все равно встречался с Шанель, общался, они, у нее была вилла за городом, где они были вдвоем. Было как-то вот так, то есть она понимала уже, что он на ней не женится, и тут, но все равно отказаться она от него не могла. И, в общем, в один из дней 24 декабря 19-го года, 29-го, простите, года ей приходит весть, что Артур Кепел разбился в своей машине. Он поехал. Это было 24 декабря, это канун Рождества. То есть он гнал машину разные там потом уже предположения, что он то ли хотел провести со своей женой Рождество и вернуться, то ли... Ну, в общем, торопился на Рождество своей супруге, которая уже ждала второго ребенка. Вот. И, в общем, горе было для нее непостижимым. Она просто замерла в своем горе. Она не могла плакать, но потрясение было настолько сильным, что, в общем, она очень многие годы она впала в депрессию. Причем, после того, как вот его не стало, она, во-первых, в своей этой вилле она отделала в черный цвет спальню. Приказала, отделала стены, мебель, обивка, постельное, обивка покрывала. И в первую же ночь, в которой она попыталась там уснуть, ее охватил ужас. В общем, она перебралась в другую спальню и, значит, проплакала. И, в общем, убрали эту черную спальню. Значит, к этому больше она не возвращалась. То есть, она говорит, это было вообще похоже на склеп. То есть, это еще больше усугубляло ее вот эту вот, вот эту ее беду. Она находит утешение в работе. Это великий князь Дмитрий Павлович, двоюродный брат Николая Второго, кузен, который вместе со своим слугой, ну, в общем-то, без всяких средств существования, он был выдворен из страны императрицей Алекс, Александр Федоровной, женой Николая Второго, потому что он был замешан в убийстве Распутина. А у наследника была лейкемия, и Распутин ее выручал. В общем, она была материнская злость была, значит, безмерной. Его выставили из страны, но если бы он не уехал, он был очень беден на тот момент. То есть у него были стоптанные туфли, потертый фраг и прекрасные манеры. Вот. Если бы он не уехал, он был бы расстрелян вот между малой и большой синячихой у нас здесь. Дмитрий покорил ее своим внутренним тактом, деликатностью. Они познакомились на одной светской вечеринке, куда она была уже вхожа, и у них начался роман. У них были, ну, такие они уединялись на ее вилле Ла Пауза, которую она построила для того, чтобы, значит, быть вместе с Кейпилом. и они уезжали, там, они загорали, купались на острове. Это был практически один из ее отпусков, то есть когда она целый месяц вообще не работала, то есть не ездила в свое ателье. И именно вот, именно вот великий князь, он подарил ей вот это чувство того, что ее любят, что она опять может жить. Вот восстановил в ней вот эту вот ее, вот это в нее душевное равновесие. Там многие сыграли вот эту свою роль, вот, но вот именно он опять дал ей понять, что она может быть любимой. Был очень большой важный шаг. Они поехали в Грасс, а Грасс это, как вы знаете, во Франции парфюмерный центр, там выращивают большое количество роз и делают духи парфюмерию в большом количестве. Они поехали в Грасс. Она решила, что неужели он так пошло, решил подарить ей флакон духов. А он познакомил ее с французским парфюмером Эрнестом Бо, который родился в Санкт-Петербурге. Его отец был парфюмером семьи Романовых и он работал над искусственными составляющими духов, формальдегидами. До этого все духи были натуральные и все духи имели монозапах. Ландыш так ландыш, жасмин так жасмин, сирень, так сирень. Ей не нравились такие духи. Во-первых, они были нестойкие, во-вторых, их нужно было поливать в большом количестве. И она дала задание Эрнесту Бо сделать такую формулу, чтобы эти духи не просто оставались, а чтобы они раскрывались. это было революционно, это было вау, на тот момент никто такого не делал, такого от духов не требовалось. И вот именно Эрнест Бо через несколько проб он создал аромат, который сейчас все знают под Шанель номер пять. То есть это до сих пор самые культовые духи, они не перекрыли. Многие духи есть известные, которые там с какого-то года, например, с 64-го года духи Сен-Лоран тоже они считаются классикой. Вот духи, например, Диор, который Мисс Диор, который классик, который он сделал, когда его сестра была в плену, то есть это было посвящено его сестре Мисс Диор. Ну то есть такие вот культовые. Но Шанель номер пять все равно. Она самая первая и вот из всего ее бизнеса, вот из всего ее, вот из всей ее империи, где делали не только одежду от кутюр, где делали готовую одежду, где делали одежду на разные страны. В Франции одна одежда, в Америке другая одежда. Где делали сумки, где делали бижутерию, где делали зонты, ну что еще, все аксессуары, да, то есть из этой громадной империи вот все приносило 10% дохода, а 90% дохода принесли духи, которыми она не занималась. Эту формулу она отдала по договору парфюмерам, братьям Верххаймерам, и они занимались производством, потому что у них были мощности с нуля построить парфюмерное производство. это было дорого и было не под силам. То есть она отдала их вот, да, для изготовления профессионалам. Вот. И вот это именно было от, вот такой знак от князя Дмитрия Павловича. Причем она на тот момент, она очень помогла многим русским, многие же бежали, потеряли свои состояния. Она наняла его сестру Марию Павловну и наняла 50 вышивальщиц. В это время появились роскошные вышивки, тоже все вручную. У нее было 50 вышивальщиц, и Мария Павловна руководила вот этими русскими женщинами-вышивальщицами. Это стало проявляться в ее моделях, то есть она отовсюду черпала вот вдохновение. Через 11 месяцев, примерно, ну чуть меньше года, 11 месяцев у них был роман, и вот он, когда приходил к ней в ателье, у нее работали еще манекенщицами, девочки из аристократических семейств России, которые могли показать, показать наряд, могли его красиво подать для покупателей. Когда он приходил, они все наклонялись, целовали ему руку, потому что он был из семьи Романовых. Вот, конечно, ей это грело душу, я так думаю. Особо уровня такого, что ей не снилось, что это будет круг ее общения. Вот, через 11 месяцев Дмитрий Павлович женился на американке, уехал в Америку. Она продолжала дружить с ним до самой его смерти, была даже на конфирмации его сына. Следующий этап ее жизни Сергей Павлович Дягилев. Слева, справа артист балета Дягилева Серж Лифай. Талантливый балетмейстер, постановщик. После того, как Шанель впала в депрессию, она познакомилась с одной экстравагантной дамой. Мария Мизия, Ольга Годепска, польская пианистка, светская львица, на тот момент поменявшая несколько мужей. Последний был очень богат, но она легко отделалась, осталась с деньгами и без мужа. Она была центром кружка, которого собирал вокруг себя богему. И Шанель, в то время еще, когда у нее была, в общем-то, еще не затянулась рана от того, что ушел Кейпел, она присутствовала, она не отказывалась от выхода в люди, она ходила на приглашения, на ужины, но она молчала. Она везде молчала, и попав вот на ужин к Мисси, ее звали Меся, весь круг звал ее таким именем, она промолчала, просидела, там она познакомилась с Дягилевым, и разговор за ужином шел о том, что Дягилеву нужны были деньги на очередной его спектакль, там балет или опера, и они выясняли, то есть Миссия, она всегда участвовала в, она всегда участвовала всей душой во всех переживаниях, во всех сложных ситуациях своих знакомых, и это было единственное, она стала единственной подругой, которая была подругой Шанель всю ее жизнь. Они очень часто кусали друг друга, и Шанель говорила, впоследствии, она говорила, Миссия, она настолько участвует в чужих несчастьях, она просто готова все отдать для того, чтобы эти несчастья не прекращались. То есть она подпитывалась вот этими несчастьями, она вот если где несчастье, она тут же бросалась туда спасать, утешать, находить деньги, закладывать драгоценности, вот это была Миссия. И тут они решали вопрос о том, что спектакль под угрозой срыва, а напомню, Сергей Павлович Дягилев из семьи потомственных аристократов в России, у которых в генах было мотовство. И к тому моменту, когда он был подростком, его предки промотали все. Вот. И он постоянно нуждался в деньгах. Он ходил в такой, значит, поеденом олью-шубе. И когда Шанель подарила ему новую шубу, он говорил, боже мой, что скажет, моя труппа, денег же нет на спектакле. Она говорит, твоя труппа скажет, что ты наконец-то нормально оделся. Вот. И, значит, она просидела, прослушала, то есть, они обычно находили деньги то у этого перехвата, то у этого, то есть, собирали частями. И, в общем, она просидела, а на следующий день она пришла в отель, где жил Дягилев. Он к ней вышел, он даже не мог вспомнить, как её зовут. И она ему протянула чек на 300 тысяч. Это было больше, чем сделать целый спектакль. То есть, она оплатила ему всё в этом спектакле. в общем, Дягилев потерял, конечно, дар речи, но это была не последняя помощь, которую она оказала. Но она его попросила сделать, никому не говорить. То есть, она помогала без афиши. И он никому и не рассказал, но он рассказал своему секретарю, Борису Кахно, который уже в своих мемуарах всё это обнародовал. И вот Миссия, на тот момент она была замужем за одним очень эстравагантным художником из Южной Америки, Мария, Джозеф Мария Серт. Он был обжорой, любителем роскоши, таким великаном. И именно он помог спасти Шанель от депрессии. Они с Миссией поехали в Венецию и взяли с собой Шанель. И он очень здорово мог рассказать об Италии. Она никогда нигде не была, никогда никуда не выезжала. А там столько искусства, он знал буквально обо всём. Об архитектуре, о лепнии, о картинах, об украшениях, об фресках и мозаиках, на полу, на стенах, о люстрах, о стилях. И она стала оттаивать после именно поездки в Италию и после романа с великим князем. Она стала оживать к жизни. Дягилев присутствовала на многих постановках. Она потом стала делать костюмы. Дягилев заказывал ей костюмы для своих постановок. У него был талант импресарио. Он привлекал самые лучшие, самые талантливые силы. И Пикассо, и Багст, и как то. Они участвовали в создании этих шедевров. И именно с Дягилева началось то, что вся Европа стала поворачиваться к России. Уже перестали понимать это как медведи, водка, балалайка. То есть он показал великолепные постановки, которые никогда вообще до этого Париж не видел. И где-то вот девятисотый год, когда выставка достижений, так скажем, народного хозяйства, когда туда привезли первых матрешек, которые стали тиражироваться, то есть вообще стали что-то узнавать о России. И вот эти Дягилевские сезоны, они были тоже таким толчком на тот момент. Это были совершенно роскошные зрения, это был настоящий праздник, каждое его выступление. Дягилев иногда даже засыпал на репетициях, очень часто приходилось откуда-то искать деньги. Шанель присутствовала на его репетициях и застала такую картину, когда уже сегодня генеральная репетиция. Завтра спектакль очень сырой, очень сырой. Все музыканты складывают ноты. И тут бочком выходит Дягилев и говорит «Господа, все русские, господа, вы же любите свою работу». Опять разворачивали ноты и опять репетировали до того, пока кто-то уже вообще не засыпал в креслах. И именно у Дягилева Шанель научилась, вот она нашла по духу таких же близких людей, как вот она сама. Они выдыхались. Вот если генеральная репетиция, то Вацлав Нежинский на главной репетиции, на неглавной, он в каждом своем прыжке выкладывался так, что его потом отливали холодной водой. Европейцы так не делают. Прагматичные европейцы копят силы и так далее. Точно так же они все, вот эти артисты балета на каждой репетиции, музыканты, они делали все возможное именно сегодня. И вот этой вот страстности и одержимости, она очень удивлялась и она была прям близка по духу вот таким людям. Она дружила с Дягилем вплоть до его смерти в 29-м году в Венеции. Он умирал от сахарного диабета, потому что он человек был не организованный, никогда за здоровьем за своим не следил. и после того, как он умер, она всех артистов его труппы поддерживала до конца жизни, что она многих пережила. Вот это сценки из русских сезонов. Это было навеяно еще персидскими мотивами очень много. Персидскими мотивами очень увлекался Поль Пуаре, роскошные наряды и вот эти богатства вот этих тканей, вот этих восточных нарядов, конечно, вот по эскизам прекрасных художников, таких как Бакст, они были вот воплощены. Этот человек, который с помощью Шанель оставил тоже большой след в искусстве, это Игорь Стравинский. На тот момент, когда мы с ним познакомились, он жил в отеле с четырьмя детьми, с больной туберкулезом женой, и у него совершенно не было денег. Ему нечем было оплачивать отель и уезжать из отеля тоже было не на что. У нее была одна вилла, которая она решила предоставить распоряжение композитора, потому что он даже не мог там сочинять. Вечером все стучали в стену, это общая территория, в общем, сколько можно, значит, когда это все прекратится. вот, и она ему предложила переехать, у нее там, значит, была семья, которые работали у нее много лет, Джозеф и его жена Мария, она спросила, умеешь ли ты готовить борщ? А, умеешь ли ты готовить что-то русское? Когда она сказала, что она будет варить, умеет варить борщ, Шанель спросила, что это за борщ? Она говорит, это суп с капустой, она говорит, боже мой, это, наверное, еще хуже устриц. В общем, они туда переехали, она ему, он говорит, я посоветуюсь с женой, она говорит, она просит себя, вот идиот, я же ему не сделку предлагаю, он, значит, на всем готовом, в общем, не может решить без мнения жены, потому что она-то ведь сама решала, она принимала решение, для нее было, ну, естественным, что человек решает сам. Вот, и она говорит, у меня единственное пожелание, чтобы ваши дети гуляли с моими собаками, у нее было две собаки, вот, и, в общем-то, Стравинский два года прожил вот там, собственно, на всем готовом, и он написал в это время Петрушку, Весну Священную, то есть, опять же, вот, если бы не она, то сложно сказать, да, увидели бы эти произведения свет, вот, он в нее влюбился, он в нее влюбился, но без взаимности, вот, то есть, и она поддерживала его, конечно, долгие годы, и когда он ей признался в любви, она ему сказала, выбросите эти глупости из головы, и не вздумайте об этом сказать вашей жене, ей без того, в общем, хватает. Один из ее ярчайших романов герцог Вестминстерский, Хью Гроссвенор, кузен английского короля, герцог был по богатству вторым человеком после царств королевской семьи. Познакомились они в Монте-Карло, герцог был страстным любителем всего, скачек, он был страстным лошадником, он был азартным игроком, он вообще любил жизнь, он любил женщин, женщин было громадное количество, не все жены выдерживали, и он владел большими поместьями, он владел гектарами земли, он владел, у него была самая большая на тот момент яхта, которая называлась летящий облако, он был таким морским волком, у него был корабль, который в любой момент, и это всегда было в боевой готовности, то есть все вот эти вот поместья, все вот эти вот корабли, все вот яхты, они всегда были полны персонала, еды, выпивки, то есть они в любой момент должны были быть готовы там выехать, или, ну в общем, или дом какой-то должен был всегда быть готов к приезду хозяина, у него даже был свой экспресс, поезд, который отвозил, в общем, его круг на скачки, вот, и что любопытно, Шанель была со своей подругой Вера Бейт, которую звали Сара Гертруда, но ей нравилось русское имя Бейт, она была из аристократической семьи, она была очень красивая, она была очень доброжелательная, и она всем нравилась, она дружила со всеми монархиями Европы, ну то есть уровень, да, вот на какой уровень общения она поднялась. Они были в Монте-Карло, и именно герцог попросил Веру познакомить его с Шанель, не она сама, а именно герцог, и герцог стал за ней ухаживать, он посылал ей драгоценности, она посылала ему такие же дорогие в ответ. Герцог был в шоке, что такое. Ухаживал он за дни 12 месяцев, то есть столько никто не держался, он присылал ей, у него были прекрасные оранжевеи, он присылал ей фрукты, он присылал ей свежие овощи зимой, он присылал ей цветы, он однажды он присылал, он пришел в гости и принес ей собственноручно корзинку, корзинку, значит, а тут были сверху цветы, и он, значит, вот так вот стоял, держал, а ее этот слуга, Йозеф, он не видел, кто там стоит, и, значит, сунул ему чаевые, а там рядом стоял еще Эдуард VIII, король Англии, и вот, а они пришли к ней в гости. В общем, слуга был, конечно, в шоке, но под орхидеями был сапфир размером с куриное яйцо. То есть, герцог и дарил ей собственное украшение, ну, так скажем, статусное, под стать ему. И он ей, именно он ей подарил нитку жемчуга 8 метров, прекрасный морской жемчуг, который она порвала, танцуя в клубе. После Второй мировой войны люди, люди устали от беды, люди устали от тревоги, люди устали от проблем, и танцевала, танцевали везде. Все, где была площадка, танцевали все. И она танцевала, она тоже любила потанцевать, и у нее эта нитка порвалась. И вот эти великолепные жемчужины рассыпали по всему этому кафе, и все посетители ползали и собирали эти бусины. И, в общем, она говорит, ну, что это такое, это я как будто с чеком в магазинном вокруг шеи вышла в люди. И вот с тех пор у нее возникла идея о том, что должна быть бижутерия, что выходить нужно в люди с бижутерией, хотя у нее аутентичных и настоящих, и очень качественных драгоценностей было много. Отношения у нее с герцогом складывались очень, конечно, яркие, об этом говорили вообще все. И она прочитала еще задолго до того, как она еще уступила герцогу, она уже прочитала в одной газете об их свадьбе с герцогом. Вот, в прессе она удивилась, значит, что пресса, да, опередила события настолько. Она была ему вот такой компанией, хорошей для всего, потому что герцог любил все, и она и на скачках, и на лошадях они катались, и на яхте они уходили, она научилась ловить лососи, и когда к ним присоединялся Черчилль, и вечером после младшинской прогулки Черчилль был злой, потому что он ничего не поймал, а она несла своих лососей гордая. вот, и то есть она она привыкла, она участвовала там в охоте, и в общем, он ее представил, то есть достаточно долгое время она была хозяйкой в Итон-Холле, в его главном, в его главной резиденции, который, как он говорит, в общем, его прямой предок, значит, 300 лет назад снес прекрасный замок XVIII века и построил уродливое здание, которое каждый год достраивалось, перестраивалось и так далее. Герцог был с чувством юмора, он сказал, ну, неплохо, конечно, по крайней мере, он получше, чем лондонский вокзал. Вот, но это было поместье, в котором была 300-летняя роскошь, которую она никогда не видела, то есть ковры были все исторические, картины были все исторические, висели уже здесь 300 лет, весь фарфор домашний, все серебряные приборы, которыми пользовалось не одно поколение герцога, то есть в такой роскоши она не жила никогда, и он, ее, то есть она была хозяйкой там, на всех вечеринках, на всех приемах, которые устраивал герцог, она была хозяйкой, хозяйкой пала, и в общем-то герцог был непрочной не жениться, но был один момент, у него было две жены, которые подарили ему по одному наследнику, это были девочки, а единственный мальчик, который умер в возрасте 4 лет от аппендицита, в общем, он, ну наследника у него не было, у него был некоторый пунктик, его, его звали Бендар, кличка у него Бендар, его так прозвал дед, воспитывал его дед, а в общем, аристократы, которые вот, ну имели своих лошадей, свою школу, они сами никогда не выступали на скачках, у них была жакейская школа, у них были люди, которые выступают на скачках, но лошадь такого-то, такого-то, пришла первой, то есть Лавра, конечно, получал хозяин лошади, так вот, дед выиграл очень престижный, один из самых престижных призов, и он на лошади он был сам, то есть дед был очень таким харизматичным, и у него было 13 детей, и Бендар-то он все как-то не дотягивал немного, а Бендаром-то его прозвал дед, это вот была кличка той лошади, на которой дед выиграл, и Шанель смеялась, что ее зовут как кролика, а герцога зовут как лошадь, то есть герцог не настолько хорошо относился, что вот он готов был на ней жениться, но ему нужен был наследник, ей было 46 лет, в общем, она прошла обследование, то есть вначале у нее были, конечно, сомнения, фраза, которую везде пишут, но она, ну такая, на мой взгляд, не это, может быть, несколько придуманная, когда на предложении герцога стать его женой, она ему сказала, герцогинь много, а великая мадемуазель одна, все было не так просто, она подумывала о том, что, что было бы, если бы она, то есть она рассматривала такую возможность, что она выйдет замуж за герцога, но что оно могло ей дать, то есть деньги ей были не нужны, богатства она не жаждала, но она знала, что в социальном слое, куда она попадет, он ей не даст работать, она не сможет, она говорит, что она всем пожертвовала ради того, чтобы открыть свое дело, вот, и в общем она это все рассматривала, но был один момент, что она говорила, если бы она родила наследника, то у ее наследника был пожизненный титул, вот, и вот именно вот это ее, ну как бы, вдохновило, да, поэтому она предприняла вот это медицинское обследование, там лежала какое-то время, не вставая с кровати, в общем, и тем не менее, в общем, приговор врачей был единодушен, что детей у нее никогда не будет, вот, и постепенно их связь стала переходить на нет, потому что герцог, он позволял себе как бы интрижки, и у них была, ну, обычно он делал так, что он никого не сталкивал, своих митрес с лбами, но однажды он позволил себе вольность, когда Шанель была у него на яхте, он привел, значит, девушку, и потом он ее, значит, где-то там на какой-то стоянке где-то остановились, он ей там вручил коробочку с украшениями и попрощался, вот, но Шанель, вот это она все, ну, конечно, все увидела, вот, а герцог, он же не будет унижаться, там, как-то извиняться, ну, то есть, он не тот человек, вот, и он ей преподнес в коробочке вот такой изумруд, и она на него глянула и не глядя бросила в воду за борт, в общем, герцог, ну, и, в общем, вот, как-то вот так вот постепенно отношения у них несколько стали остывать, в общей сложности у них роман проделся пять лет, она даже построила одно поместье, где она могла бы принимать круг, ну, так скажем, во-первых, герцога и во-вторых, его круг, то есть того же Черчилля, и герцог очень полюбил это место, потому что оно было, во-первых, со вкусом, в отличие от его отеческого гнезда, вот, там был, ему понравилось, он на тот момент писал эскизы, то есть он увлекался периодически разными так, видами деятельности, у него был там отдельный домик, где он писал, очень там были красивые виды, вот, и, в общем, вот это было недалеко от Монте-Карло, куда, ну, собственно, он и любил поехать, особенно это было удобно, если это было все рядом, вот, но они остались друзьями, то есть она оставалась друзьями, вот, со своими мужчинами, практически до последнего, то есть так сказать, что ее кто-то предал, вот, нет, то есть каждый ценил ее по-своему, вот еще одна из фотографий, где они с герцогом, он, да, он очень высокий, он был очень статный, он был такой, еще и любитель юмора, и он ходил, он был любитель танцевать, постоянно приглашались оркестры, и вот, значит, она увидела, что у него, его туфли, в которых он танцевал, они прям стерты до дыр, вот просто он стерты, он сказал, что это очень удобно, и просил закрасить слух, ну, краской, она ему подарила 12 пар, значит, новые хорошие обуви, герцог в одной паре залез в лужу, и сказал, ну, и сколько я буду ходить, вот, в таком виде, чтобы они разносились, то есть ты же понимаешь, что те были просто удобные, ну, и вот, собственно, после того, как с герцогом у нее расстроилась, она, как всегда, нашла утешение в работе. Последняя ее любовь, с которой она, в общем-то, связывала надежды на создание семьи, на то, что она проживет долгую жизнь, это был дизайнер, стилист, художник, Поль Ириб, настоящее имя было Поль Ириб, Ириб Арнега Рай, но сложная фамилия, и вот так, и все Ириб, его даже чаще звали, чем Поль, то есть Поль это имя, Ириб это производное от фамилии. Он был любитель роскоши, любитель вообще всего люксового, он был прекрасным иллюстратором, он создавал декорации для фильмов. Одно время он уехал в Америку, где женился, и работал над театральными костюмами, над театральными постановками, но человек он был такой яркий, непримиримый, и он, в общем, вернулся во Францию, оставил там жену с дочкой, у него всегда не было денег, он шел туда, где платили, и он издавал их газеты, очень хорошо писал, умел писать, очень такой хлесткий язык у него был, и они вместе с Шанель издавали тоже печатное издание, где она писала свои статьи, потому что ей нужно было, ну, как бы это был такой акт рекламы, вот, и она, кстати, со многими, вот, мужчины, то есть, которые, вот она тоже все умела, ну, не то, что не все, а она умела взять, она умела взять что-то полезное, то, что давало ей связь, вот, например, у герцога Вестминстерского в Лондоне был, в Лондоне было помещение там, которое, апартаменты, которые, ну, пустовали в основном, она в этих апартаментах устроила благотворительную, благотворительный показ, только были проданы билеты на вход, и она отдела и всех в английский твит, она не понимала вообще эту клетку, она не работала с твидом, она говорила, у нее же все подрезные платья-то были, их же нужно было посадить на фигуру, а клетку очень сложно подрезать, чтобы не нарушить, да, не нарушить рисунок, вот, но она видела вот эту клетку на лакеях, на слугах, на английских джентльменах, и она практически переработала, и эта клетка стала одним из ее любимых принтов, вот, и, в общем, она на этой клетке сделала вот эту коллекцию, и это было молниеносно, то есть, во-первых, все рассказали, стали носить эту одежду, хоть это было благотворительно, но в итоге она получила очень громадный, колоссальный, такой, ну, финансовый бонус, вот. И вот здесь, значит, с Поль, они были по духу, они были ровесники, ей было, на тот момент, когда они познакомились, ей было 52, ему было 52, он тоже воспитывался в монастыре, и он был человек, с которым ей не нужно было, ну, верно, она могла с ним быть самой, ей не нужно было ничего придумывать, вот, и она занялась, то есть она надеялась уже, что они проживут долго и счастливо, она занялась его здоровьем, у него был диабет, он похудел, в общем, он, они проводили очень много времени вместе, он ее очень ценил, вот, хотя он очень многим ей обязан, вот, но это был не, как бы он на самом деле к ней очень хорошо относился, это был не, ну, не коммерческий проект их отношений, вот, и, в общем, когда уже стали даже, да, ходить слухи о том, что у них дело идет к тому, чтобы, значит, у них был законный брак, случилась такая ситуация, он приехал, приехал из командировки, приехал в эту виллу, на которой они жили, и они, это был прекрасный летний день в Средиземноморье, должны были прийти гости, и, значит, она готовилась к гостям, уже какие-то стали гости съезжаться, он похудевший, загоревший, кстати, загар тоже она вела в воду, до нее загар был вреден, все с кружевыми зонтиками ходили, вот, она в белом костюме, значит, он в белом костюме на теннисном корте, и она шла к нему, значит, пригласить там гостей, гостей на бокал шампанского, он пошел ей навстречу и упал, упал, и он умер, прежде чем приехала скорая, и, в общем, и, в общем, для нее он иступил в такой же вот мрачный период, как после смерти Кеппела, вот, потому что она уже говорила, что вообще такое, что, что она уже все заплатила этой жизни, что она уже всем самым дорогим заплатила, то есть, сколько можно вот ей все платить, вот такую дорогую цену, оставаясь без, без близких людей, без близкого мужчины, вот, и, в общем-то, после этого пошел такой некоторый ее закат, потому что у нее не было ни от кого поддержки, она должна была, то есть, она от своих, от этих людей она тоже черпала поддержку, также от своего круга знакомых, вот, и, в общем, собственно, это было для нее, конечно, тяжелейшим ударом, вот, через какое-то время она закрывает свой модный дом, а после этого ее, в общем, она во время войны, она жила в этой Лириц, и во время войны, в общем, ее, ну, переместили из ее номера, отдали ей там маленькую комнатушку, она переехала туда со своими ширмами, а в остальном жили немцы, после войны ей предъявляли обвинение в коллаборационизме, это вредители, которые защищали, с которыми боролись, там надо, не надо, в общем, всех там убивали, вешали без суда и следствия, вот, и она, в общем, тоже попала под это, хотя она при оккупантах, она вообще не работала ни дня, она закрыла свой модный дом, и когда ее вызвали на допрос, этот человек, который ее допрашивал, он, в общем, он ей сказал, вы работали на оккупантов, она говорит, ни дня, а вы ей вспомните, что это именно вы заставляли меня не закрывать свой модный дом, и шить военную одежду для армии, и что она на это не согласилась, и, в общем, ее арестовали, выпустили через три часа, он ей говорит, так, в камеру, потом поговорим, она говорит, тогда какое мне обвинение, в чем конкретно, и моего адвоката, значит, у нее был любовник, который был близким человеком в течение 10 лет, личность не очень, такая, порядочная, вот он был дипломатом, Ганс Густав фон Денклаге, он был потомственным аристократом, мать была у него англичанка, он был атташе в Париже, и главная забота была его, что его держало, его держало ведомство Риббентропа, для того, чтобы он в противовес человеконенавистнической политике Гитлера, показывал там, ну, наоборот, представитель легкость, там он участвовал в баллах, он там танцевал, он был приятный собеседник, он на всех, в общем, в званых вечеринках участвовал, вот, и когда ей предъявили, что у нее была связь с темнемцем, она сказала, что ей было 60 лет, а если молодой человек за ней ухаживает, то она не станет, прежде чем лечь с ней в постели, она не станет просить у него анкету, вот, ну, в общем, то есть, потом она уехала в Швейцарию, там же приезжал этот, ее немецкий офицер, которого было прозвище Шпац, Шпац, из немецкого в переводе воробей, вот, потому что он был такой легкий, легкой пташкой по жизни, вот, но он тянул из нее деньги, и он периодически говорил, что, я расскажу, он, значит, периодически впадал в патетику, и говорил, я пойду куда надо, и расскажу, мне совесть не позволит смолчать, как вы вели себя во время войны, она говорит, ну, ты идиот, тогда пускай твоя совесть тебя и кормит, вот, ну, в общем, есть одна фотография, ну, они там в шале, на фоне снега гуляют, то есть, это вот был ее таким, последним мужчиной, но сказать, что он повлиял на нее как личность, я не могу, поэтому, в общем, я как бы так, в двух словах, потому что, именно мужчины, они, которые ей вот, как бы помогали, которые ей вот, ну, помогали, конечно, она сама создала себя, но там была поддержка в плюс, вот, а здесь это вот, просто он человек был привязанностью, потому что, ну, он был единственным, вот, на тот момент ей близким, то есть, у нее не было, вот, уже на тот момент такого выбора. ровная музыка, sudанная музыка, Продолжение следует...